Тема нашей сегодняшней беседы предложена Светланы. Инадий Петрович, приближается время для чистки печени. Книги ваши прочитаны. Маслом и лимоном чистилась, но давненько. Как вы на сегодняшний день считаете, какой вариант чистки ущержанной более результативный и приемлемый? Действительно, 5 февраля наступает Новый год по восточному календарю. Интересно отметить, что вот это время по восточному календарю, оно выбрано не случайно. У нас такая какая-то произвольная дата зимой. Ни туда, ни сюда. То есть она ни под какие природные явления, смены сезона года, она абсолютно не прикладывается. Совершенно другое дело это наступление Нового года по восточному календарю. Уже сейчас чувствуется, ну сегодня какой, 3 февраля, чувствуется, что в природе наступило изменение. Сама природа готовится к пробуждению. Как раз, как бы сказать, такой у нас встает большой цикл, который начинается с малого цикла, то есть с Новолуния. Видите, ничего на Востоке как-то так просто не делается. Назначили дату, это будет Новый год. И погнали там, причем по Новому календарю Новый год, по Старому календарю Новый год. 5 февраля, и с него начнется Новый год по восточному календарю. Природа пробуждается. Пробуждение природы связано как раз с жизненным принципом, с активностью, вернее, печени. 72 дня будет активна печень. Печень желчного пузыря и функции печени. Поэтому в это время печень наиболее сильна, как бы сказать, она дает импульс для того, чтобы организм начал более активно работать. И в это время очень хорошо делать, естественно, различные процедуры, которые способствуют как лечению, так и оздоровлению печени, желчного пузыря и функции печени в целом организме. Поэтому необходимо, как бы сказать, освежить информацию, а кто не знает вообще узнать информацию, что это за процедура, что это вообще за печень, что она там выполняет в организме человека, вот, насколько важна эта процедура. И потом, потом уже приступать к ее очищению. И вот Светлана спрашивает, ну, по ходу действия, я думаю, несколько передать сделать о чистке печени. Мы познакомимся и с функциями печени, и безопасно ли. То есть, вот вопросы, которые для себя каждый человек должен уяснить. Первое. Зачем чистить печень? Что эта процедура нам даст? Второй вопрос. А безопасна ли эта процедура вообще? Может, туда вообще еще лучше не лезть? Вот, вот эти вот два вопроса. И третий уже вопрос. Третий вопрос. Он будет заключаться, а как более лучше и эффективнее почистить нам печень? Чтоб результат был, ого-го, виден. То есть, вот эти три вопроса. И вот на эти три вопроса мы потихонечку начнем с вами отвечать. Для этого, смотрите, что мы делаем. Так как я уже проделал большую работу, мы просто-напросто, смотрите, что делаем. Ну, мы сделаем так. Войдем на YouTube. Далее. Вот он мой канал. Нажимаем. Мой канал. Опачки. Нажали на мой канал. Ждем. Вот появился мой канал. Далее. Мы хотим попасть в библиотеку. Поэтому вот он мой сайт. Малахов про. Щелкаем сюда. Опа. Щелкнули. И вот она у нас библиотека. Нажимаем на библиотеку. И отвечаем на наш первый вопрос. Вот книга. Без очищения нет исцеления. Ищем раздел. Секундочку. Без очищения нет исцеления. И ищем раздел, в котором рассказывается об очищении. Очищение толстого кишечника. И вот идет очищение печени. Вот в этой книге, это целительная сила и первый том, как раз рассказывается о печени. То есть, прежде чем что-то делать, нам не надо все принимать на веру. Нам необходимо знать, что мы получим в конце концов. Для чего это делать? Вообще анатомия печени. Значит, вот здесь как раз общие сведения о печени и ее функциях. Кровообращение и лимфообразованию печени. Надо знать. Функции печени. Вот теперь смотрите. Печень является одновременно органом пищеварения. Кровообращение и обменное веществ. Оливудный, жировой, белковый, водный, минеральный, пигментный, витаминный, гормональный. Обменные в организме в организме тесно связаны с функцией печени. Только опа! Останавливаемся на этом. И сразу же, сразу же из вот этого отрывка нам становится ясно, что если мы с вами очистим печень и добьемся оздоровительного эффекта, то у нас, вернее мы вправе ожидать, что у нас углеводный, жировой, белковый, водный, минеральный, пигментный, витаминный, гормональный обменный веществ улучшатся. Улучшится кровообращение, улучшится пищеварение. Дальше. Функция печени. Желчеобразование. Мы узнали, что мы можем получить в результате правильно проведенной процедуры очищения печени. То есть, это практически возрождение всего организма. Нормализование прослойки, жировой прослойки, что у меня было. То есть, улучшается гибкость в организме, состояние кожи, это же влияет и на зрение. То есть, вот как бы сказать, идет такое интересное омоложение организма. Вот это мы с вами можем получить благодаря очистительной процедуре. Я вспоминаю, когда я первый раз начал очищать печень, то вот все мое оздоровление, там она как-то потихонечку, знаете, накапливала, накапливала положительность две. Чистка печени, как форсаж в самолете, сразу резко сделала меня совершенно другим человеком. Просто удивительно, сколько сил прибавилось. Насколько ты стал лучше себя чувствовать, ну, произошло радикальное изменение. Вот что сделала чистка печени. Далее, теперь желательно бы узнать, а безопасна ли эта процедура. Вот сразу же отвечаю. Официально медицина говорит, это чушь собачья. Не могут там камни, там, билирубиновые, там, холестериновые, там, и прочие проходить через желчный проток, потому что он имеет просвет всего лишь навсего 4 миллиметра в длину, он имеет 2-6 сантиметра. И все эти, значит, камушки могут там забить его, застрять, и получится вот крайне неприятная вещь, что потом грозят операции, срочная операция, что я нашел в большой медицинской энциклопедии по печени и вставил в свою книгу. Значит, смотрите, просвет пузырного протока в среднем равен 3 миллиметров, а его длина от 3 до 7 сантиметров. Общий желчевыделительный проток, куда попадают оба эти протоки, имеет просвет 6 миллиметров и длину 7-8 сантиметров. При закупорке устья просвет общего желчного протока может увеличиваться до 1,5-2 сантиметров поперечники без какой-либо патологии. Желчные пути богато снабжены гладкомышечными волокнами, благодаря чему они могут активно продвигать желчь то в одном, то в другом направлении. Часть желчи скапливается в желчном пузыре, он легко растягивается и может свободно, без повреждений, уменьшать до стакана жидкости, то есть желчи. Он также снабжен мышечными волокнами и может сокращаться вместе с желчными путями, выбрасывая желчь в 12-перстную кишку под давлением 200-300 миллиметров водного столба. В медицинской практике существует дюбаж, подобная процедура очищения печени с помощью других средств. Также выпивается сорбит, кладется орелка, расширяются протоки в результате тепла и все это выходит. То есть мы с вами пока так кратенько разобрали, что собой представляет печень. По-восточному ее называют царица старшая, которая всем заведует в организме. И мы уяснилось почему с современных позиций. Что ожидать в результате чистки печени? И также понимаем, безопасна она или нет. В целом она безопасна. Хотя, хотя, стопроцентного результата никто не дает. У каждого человека свой организм, чтобы это все было ясно и понятно заранее. Мой канал есть. Значит, на сайт выходим. Попадаем в библиотеку, библиотека. И в этой библиотеке должны быть добавлены целительные силы. Вот они, целительные силы. Мы нажимаем на целительные силы, том 1. Это по очищению. То есть не на это нажимаем, а вот на это нажимаем. О, на книжечку. Видите как? Вот они выскочили, целительные силы, том 1, очищение и правильное питание. И далее мы с вами начинаем листать. И вот мы на странице 58 попадаем в раздел печени. Все. Анатомия печени, кровообращение, гимфообразование печени. Опачки. Вот она схема печени. Вот желчные протоки, ходы разветвления, воротная вена. По материалам вскрытий, Ридель утверждал, что у каждого десятого имеются желчные камни. Образование желчных камней в основном зависит от питания, начинается с 16-20 лет. А в 70-летнем возрасте их обнаруживают у каждого третьего. Кстати, женщины болеют в 6 раз чаще мужчин. Беременность благоприятствует образованию желчных камней. Так как происходит застой желчи в желчном пузыре. И физиологические механизмы, используемые при чистке печени. Методика проведения дюбажа. А именно, в факультете здоровья номер 4 за 86-й год, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, профессор, зав. кафедры инфекционных болезней эпидемиологии 1-го Ленинградского медицинского института имени Павла Шавалова Евгения Петровна, описывают бездонтное слепое промывание желчных путей, которое называется дюбаж, и широко применяется врачами. То есть, если бы вот это вот все там застревало, то эта процедура бы не выполнялась. Разобрались с безопасностью. На этом остановимся. Каким именно способом будем очищать печень? Лично я буду очищать. Это вот мужчина, который очищал печеночку. Вот смотрите, сколько камушков у него вышло. За одну только чистку. 152 камня, из них 30 крупных, а один вообще с небольшим куриным яйцом. Мы с вами будем очищать печень по Татьяне Буревой. Значит, нам предстоит уже заранее приготовить порошок из семян следующих компонентов. То есть, можете уже собирать следующие семена. Пока податуем. На этом и остановимся.